С начала этого года в Самаре выявили и поставили на учет 21 преступную группу несовершеннолетних, в состав которых вошли 42 подростка. Среди самых частных преступлений – кражи. Для того, чтобы снизить преступность среди учащихся образовательных учреждений, сотрудники полиции регулярно проводят лекции и беседы об уголовной и административной ответственности. На постоянной основе ведется мониторинг интернета, чтобы выявить группы в социальных сетях, публикующие экстремистский, суицидальный и депрессивный контент. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений. За три месяца 2021 года в отделы полиции поступило 110 заявлений о розыске. За аналогичный период прошлого года – 128. О насущных вопросах, которые касаются трудных подростков, поговорили на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. По словам надзорных ведомств, в целом ситуация с подростковой преступностью улучшается. По сравнению с прошлым годом зарегистрировали снижение преступности более чем на 60%. Тема, конечно, это в принципе она приоритетная, скажем так, потому что безопасность наших детей – это самое первое, что у нас есть. У нас преступность детская, она пошла на снижение по итогам квартала, по итогам апреля месяца. Поэтому оценивается она как положительная достаточно. Но будем работать, будем рассматривать, будем привлекать органы всей профилактики, чтобы у нас так дальше и продолжалось. Говорили и об организации профильных смен в загородных лагерях. Летом в Самаре будут работать семь учреждений с круглосуточным пребыванием. Планируется охватить свыше четырех с половиной тысяч детей. В первую очередь отдых и оздоровление обеспечат детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, особое внимание безопасности воспитанников лагерей. Для обеспечения условий безопасного, комфортного отдыха проводится ежегодная работа. В данный момент на этой неделе у нас осуществляется комиссионная проверка оздоровительных лагерей с представителями, в том числе федеральных структур, МЧС, Роспотребнадзора. До конца этой недели запланировано заседание межведомственной комиссии по итогам проверок лагерей. Одно из эффективных средств профилактики девиантного поведения детей и молодежи – занятия физической культурой и спортом. За лето планируют организовать и провести спортивные мероприятия с привлечением максимального количества несовершеннолетних, которые состоят на различных видах учета. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.